Здравствуйте, меня зовут Колесникова Анастасия, я юрист-коллегия адвокатов линии защиты. К нам за защиту права обратилась жительница городского округа Химки по улице Ватутина, дом 1. Дело в том, что в связи с ненадлежащим текущим ремонтом крыши у нее произошел залив 30 декабря 2016 года. И несмотря на все жалобы к управляющей компании, никакого реагирования не было совершено и убытки ей возмещены не были. Управляющая компания по этому дому это МПДС ЖКУ. Несмотря даже на жалобы в ГЖИ и вынесенные предписания этим надзорным органам, никаких действий управляющая компания не предприняла. И мы обратились за помощью к депутатам партии Яблоко, Совета депутатов городского округа Химки, к Андрею Малыгину и Антонине Стаценко, чтобы они оказали нам содействие в решении этой проблемы. И они выехали на место в дом улицы Ватутина, дом 1 и осмотрели убытки, которые возникли с заливом и обещали оказать содействие. Улица Ватутина, дом 1. Значит, у вас проблемы с крышей. Крыша протекает и, насколько мне известно, у вас там уже пошла грибковая песня, так? Представляете, был 15 декабря, насколько я помню, 2016 года. И какие убытки, и делает ли что-то управляющая компания, насколько я знаю, это МПДС ЖКУ? ЖКУ не делает ничего абсолютно. Жалобы писали. Мы писали 7 претензий, жалобы. 7 жалоб, и они не ответили ни на одну? Они не ответили ни на одну. Пока вот они в суд поездку не получили, так они не рыпались от пинчика. А последний ремонт крыши, когда производился? Они нам прислали бумагу, кажется, в 2013 году. В связи с ненадлежащим содержанием и текущим ремонтом общего имущества крыши произошел залив и убытки, которые потребитель понес. И вот сейчас мы увидим, какие они есть на настоящий момент. Давайте пройдем посмотрим. Значит, это все после 28 декабря постепенно образовывалось. Плесень, как я понимаю, вот этого, да? Очень похоже. Значит, реагируют ли они как-то на ваше заявление о том, что есть плесень? Нет, они говорят, что это не плесень, что это вообще грязь. Ну, по-моему, запах характерный даже есть, но как-то плесень не... Значит, насколько я помню, они не отреагировали даже на ваше заявление о том, что здесь есть плесень, и нужно выехать и составить акт о том, что наличится их плесень. Да, они не реагировали на то, что он отступит. А куда-то писали жалобы, что не отвечают? Да, писали... Государственная жилищная инспекция вынесла предписание. У нас пока текста его нет, но мы запрос написали, чтобы они выделили предписание. Но никакого вообще, никаких устранений нет. Ну, я сказал, да, Государственная инспекция? Да. Государственная инспекция вроде бы сказала, что они их оштрафовали. Значит, по словам, по словам, по крайней мере, материал, номер материала у нас есть. Предписаний и текста нет. Насколько, так сказать, все это будет устранено, мы не знаем. А предписание там уже есть на руках, как говорится, вы почитаете? У нас его нет, мы запрос написали, но ГЖИ обычно не дают свои предписания, очень редко тексты дают. Да, да. Я думаю, что мы можем сделать как раз на этом депутатский запрос, и ГЖИ, ну, я сомневаюсь, что они нам откажут. Александр, а подскажите, у скольких жителей такая же ситуация, как у вас? То есть наверняка с соседями общаетесь? Ну, вот точно знаю, вот я, как говорил, напротив, чуть-чуть левее двери, до четвертого этажа протекало. И, кажется, еще первый подъезд, или последний подъезд, наоборот, первый подъезд. То есть получается, как крайний подъезд? Ну, вроде бы, да, но, как бы, мы... А посерединке, получается, то есть, в принципе, ни у кого проблем нет? Про серединку не знаю. Просто я слышал, что в последнем подъезде была протечка. И в добровольном порядке никакого замещения нет, как я понимаю? Нет, нет. Понятно. Ну, мы уже подали в суд, сейчас исковое заявление, оно назначено у федерального судебукина, к рассмотрению, но это все равно нам не поможет отремонтировать крышу. Как ни устранил ущерб, который здесь есть, крыша будет течь, и он будет снова возникать. Поэтому наша задача, чтобы крышу отремонтировали, и чтобы убытков, которые понес потребитель, больше не было. Это основная задача, обязать их, чтобы они все отремонтировали должным образом. То есть ремонт на настоящий момент не сделан, сейчас будут весенние дожди, скорее всего, а потом и летние, и, соответственно, эти убытки опять будут постоянно возникать. Ну, кстати, а величина иск какая? На какую сумму? Значит, 285 тысяч рублей. Ущерб, который вот возник. Вот здесь. Ну, посмотрим, как он будет размещаться. Видите, тут специально собиралась вода, и тут просто лило. Тут просто... Это штукатурку все собрало, и вот сколько было воды, что собирало штукатурку, я просто лило. То есть Новый год вы встречали не за праздничным столом, а сидя с ведрами в руках? Ну, а какие-то официальные комментарии от ДЭЗы вообще есть по этому поводу? Ну, вот вы на них тут подали. Ну, и в комментарии, вот, значит, вышел будто бы какой-то человек и ремонт сделал. Но этого сделано не было, долбили крышу, когда был снег, так что пошла трещина по потолку. Пойдемте посмотрим, что на кухне. Поэтому наша задача, как я понимаю, привлечь все-таки внимание к этому дому, к крыше, к убыткам, которые у всех людей по пятому этажу возникают, и обязать их произвести ремонт. То есть их обязанности исполнить, потому что люди ежемесячно платят огромную сумму за содержание текущей ремонта. И, соответственно, никакие услуги не оказывают. Спасибо за информацию. Мы ее проработаем, постараемся как-то помочь. Все, что в наших силах, да, как депутатов мы сделаем. Спасибо большое. Спасибо вам.